Здравствуйте! В эфире «Рынки» в студии Константин Бочекарёв. Поговорим о том, зачем следить сегодня. И сразу скажу, что главная история сегодняшнего дня – это новости, которые пришли буквально ночью. О том, что Макрон предложил России и США провести двусторонний саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. И президенты согласились. И это обеспечило такой позитив утренний на торгах в Азии. Мы с вами видим сейчас, что фьючерс на индекс РТС в плюсе на 1,7%, 1,5% прибавляет фьючерс на индекс Мосбиржи. Рубль на 0,9% к доллару и на 0,5% к евро дорожает. Но и по большому счету этот оптимизм, снижение геополитических рисков – все это поддержало в том числе торги в Азии, где потери по отдельным фондам индексов Японии и Южной Кореи буквально вдвое сократились. Южная Корея, Коспи, даже уже нулевые изменения по индексу мы видим, а не падение, которое было 1,5%. Австралия при этом растет, но и вместе с этим мы видим то, что снижение в Японии стало гораздо меньше. Никей падает только на 3,25%, а ждало снижения куда больше. В Китае сегодня регулятор сохранил без изменения однолетнюю процентную ставку на уровне 3,7%. В рамках ожиданий все 2,4 аналитика это прогнозировали, 5-летняя ставка также осталась неизменной 4,6%. Ну а что касается торгов в Америке, я напомню, что сегодня в США день президента, поэтому американские биржи не работают, но фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются. Вот здесь значительный позитив в том плане, что фьючерсы на S&P 500, на NASDAQ растут сейчас на 0,7%, хотя сегодня ночью, когда только начиналась торговая сессия в Азии, фьючерс на NASDAQ терял буквально процент четвертью. И другое доказательство, что геополитические риски хотя бы частично отступили, это цены на нефть, золото, которые снижаются сейчас примерно на 0,4%. В общем, у инвесторов появился еще один шанс на, собственно, деэскалацию ситуации, разрядку ситуации вокруг Украины. Давайте эту тему, а также значимые события, стартовавшие неделю, обсудим вместе с экспертом Константин Бушуев, управляющий активами Фонда глобальных инвестиций, участвует в программе «Рынки». Константин, доброе утро. Доброе утро. Итак, Константин, можно сказать, что худшее дно в геополитике уже осталось позади на фоне анонсированного фактически саммита лидеров США и России? Ну, безусловно, за выходные мы увидели позитивные изменения с французской стороны, с американской стороны. Наконец-таки завершился Мюнхенский саммит. В принципе, для России чего-то критичного там не произошло. В пятницу мы увидели, что было, наоборот, некоторое такое у нас ужесточение опасений. Инвесторы сбрасывали, сокращали риски под конец недели. Сейчас, соответственно, есть у них некоторые средства, чтобы вновь вернуться в риск. Но если говорить о том, что худшее произойти, конечно, все-таки зарекаться пока же не стоит. 23 февраля могут быть какие-то провокации. У нас короткая неделя, сегодня выходной день в США, в среду выходной день в России. Поэтому некоторый оптимизм должен быть, присутствовать. Мы даже вот, можно было посмотреть, что в пятницу, вернее, выходные, выходила статья на сети Альфа о том, что, в принципе, рынки уже не должны верить в какие-то геополитические риски по России, и что российские активы очень интересны. Но зарекаться все-таки пока что еще не стоит. Индекс РТС, Мосбиржи, вот февральские максимумы, которые были на предыдущем отскоке, обновят, как думаете? То есть это потенциал у нас получается порядка, ну, процентов 5, наверное, 7. Но вы имеете в виду на этой неделе? На этой неделе или на этой неделе у нас еще 24 числа. Как вариант, 24-го может быть встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкина, после которой, в том числе, будут ориентиры по грядущему саммиту встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Вот на этой следующей неделе в преддверии может быть саммита? На мой взгляд, если действительно геополитика будет отходить, будет улучшаться ситуацию, то, конечно, здесь, может, 5,7 процентов на текущей волатильности, это нормальное движение. Плюс, опять же, сезон отчетов у нас будет выходить на пик уже, начиная со 2-го марта, когда будет отчет Сбербанка по МСФО, соответственно, туда могут двигаться рынки. Давайте об отчетности детально поговорим. Вот если мы затронули финансовый сектор, он больше всех пострадал. Но сейчас, с другой стороны, утром мы видим то, что в фаворе акций финансовых компаний Тинькофф, 4% Сбербанк, 2,5 прибавляет ВТБ, 2. Ну и популярный также у нерезидентов высокосхинологичная компания Яндекс, сезон 4,3% прибавляет. До Сбербанка далеко. Завтра отчитается ВТБ за прошедший 2021 год, который был рекордный с точки зрения чистой прибыли. Что мы ждем? Имеет ли смысл сейчас именно ВТБ покупать, а не Сбербанк в преддверии саммита лидеров двух стран? И как вообще относиться к акциям финансовых компаний, когда вот тот же Reuters сегодня утром публикует новость о том, что США разорвут связи с рядом банков. В случае вторжения потенциальные меры включают запрет финансовым организациям США обрабатывать транзакции для крупных российских банков. Опять же, в случае вторжения. Насколько это влияет на привлекательность акций банков? Ну, безусловно, если такие риски реализуются, это будет сильным негативом для российских банков. Но, с другой стороны, мы видим, что эти грозы продолжаются уже несколько месяцев. Факт реализации этих угроз мы не видим. С другой стороны, конечно, сейчас вот акции российских банков крупнейших, Сбербанк, ВТБ, они уже достаточно просели. Рубль также просел. И в таких условиях, если, допустим, геополитика уходит, рубль укрепляется, и акции банков от этого дополнительно выигрывают, традиционно. Если говорить про отчетность ВТБ, то понятно, что четвертый квартал здесь будет хуже, чем первые три квартала в целом, потому что инвестиционный бизнес у ВТБ существенный, и в четвертом квартале он пострадал. Чуть-чуть ухудшилась инвестиционная история по ВТБ, но сам тезис о высокодивиденной доходности, он, в принципе, пока что еще остается. Что касается других отчетов, завтра отчитается ЮНИПРО, сектор электроэнергетики, и в пятницу будет отчетность черной металлургии от компании Евраз. Что от этих компаний ждать? Поможет ли им отчетность? ЮНИПРО пока что продолжает оставаться хорошей, понятной дивидендной историей, то есть порядка 15% дивидендной доходности можно ожидать, хотя есть опасения у инвесторов по ходу долгосрочных планов в компании, то, что она стоит на возобновляемой источнике электроэнергии и хочет как-то избавляться, возможно, от традиционной мегерации, но это какие-то долгосрочные планы. Евраз, это, конечно, очень сейчас наиболее сильная история, может быть, в пятницу выходить. То есть столевики в целом лучшие ожидания, скорее, у нас отчитываются, и плюс по Евразу дивидендная доходность может доходить, там, видимо, до 28%. Это самая высокая доходность как среди черной металлургии на рынке, на российском, так и вообще. Константин, рубль у нас уже на процент к доллару дорожает, ниже отметки 76,50 мы снижаемся. На этой неделе, ну, фактически подготовка идет к пику налоговых выплат в России, при этом сейчас валютные интервенции, покупки валюты в рамках бюджетного правила не проводятся, поэтому, вероятно, это фактор поддержки. Показательно будет, в среду приведет, как раз, а не приведет, потому что выходной день аукционы российский Минфин. Хотел вас спросить, где вы в дальнейшем ждете пару доллар-рублей, и вот есть ли вот эти прогнозы негативные, что доллар может быть дороже 80, или он к 100 приблизится, если они реализуются, кто из экспортеров больше всего выиграет, кого в таком случае покупать? Ну, скажем так, сценарий краха, да, в который я, конечно, пока что не верю, это рубль-доллар в районе 90-92, но здесь на уровне 90-92 это действительно кошмарные уровни, сопоставимые с декабрем, ну, с 2014 годом, когда была гигантская паника у нас. Но до таких уровней вряд ли рубль дойдет, и опять же на уровне 90-92 будет включаться мощнейший керри-трейд, и мы увидели, что даже при нефти, там, 5 долларов с Brent Spot в прошлом, ой, в 2020 году, в апреле, рубль-доллар все равно выше 80 не поднимался. Сейчас, ну, в реальности большинство факторов скорее говорит о том, что рубль может укрепляться. Но если вдруг рубль ослабляется, то, конечно же, выиграют экспортеры, нефтегаз, металлургия, черная, цветная, удобрения. Это вот традиционные экспортные такие основные статьи России. Если будет сделка между Россией и США, Россией и Западом по гарантиям безопасности, где будет пара доллар-рубль в таком случае? Скажем так, долгосрочная рубль имеет потенциал укрепления, с учетом того, чтобы продолжать действовать бюджетные правила. Это диапазон 65-70, но это такой вот именно долгосрочный потенциал с учетом бюджетного правила. Спасибо за экспертизу. Константин Бушуев, управляющий активами фонда глобальных инвестиций, участвовал в нашей программе. Только добавлю, что утром ведомости пишут о том, что мэр может снизить прогноз роста ВП России в этом году с 3 до 2,8%. Уточнение оценки не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатели предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось темпов роста ВВП в предыдущем 2021 году. Ну и, собственно, откроемся ростом. Конъюнктура благоприятная. Сейчас фьючерс на индекс РТС уже 2%, прибавляет индекс Мосбиржи 2%, плюс 1,5%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин